Добрый вечер в студии Татьяны Ивашенко и в эфире первого Приднестровского программы «Вовремя». Смотрите сегодня в выпуске. Место прокуратуры в системе органов госвласти определит межведомственная комиссия, которая сегодня приступила к работе. ДТП со смертельным исходом. Два человека погибли в результате аварии в Рыбницком районе. Рыбная ловля под запретом. На кого он распространяется? В администрации президента состоялось первое заседание межведомственной комиссии по выработке предложений об определении места и роли прокуратуры ПМР в системе органов госвласти. Комиссия создана по решению Государственного совета при президенте. Правовая коллизия, которая существует между положениями основного закона государства и Конституционного закона о прокуратуре ПМР и подкреплена определением Конституционного суда от 6 сентября 2012 года, требует разрешения выработки четкой и однозначной позиции. Поиском наиболее приемлемого ее варианта занимаются в совместной работе представители трех ветвей власти. Будет ли прокуратура в классической триаде или же станет оком государевым? То есть займет место вне ветвей власти, таковы мнения, озвученные на заседании. Доводы специалистов, имеющиеся подходы, а также все за и против дополнительно будут изучаться и детально рассматриваться на следующей встрече. Ее планируют провести уже в ближайшие дни. Работать межведомственная комиссия будет месяц, после чего сформированные предложения будут переданы президенту Приднестровья для последующей подготовки законодательной инициативы о внесении изменений в основной закон государства. Президент Евгений Шевчук принял директора Института стран СНГ, депутата Государственной Думы Российской Федерации 1, 4 и 5 созывов Константина Затулина. Во встрече приняла участие министр иностранных дел Нина Штански. Основной вопрос, которому собеседники уделили внимание, планы по дальнейшему развитию филиала Института стран СНГ в Приднестровье. Напомним, он был открыт в столице в феврале 2010 года и работает уже порядка двух с половиной лет. Я сейчас наступил новый этап, должны прийти новые люди к руководству этого филиала, он должен существенно увеличить обороты. Весь этот год мы рассматривали, разрабатывали всякие планы. И вот, собственно говоря, я прежде всего проинформировал президента республики о том, что мы хотели бы, может быть вместе, может быть самостоятельно сделать, какие наметили планы, какие у нас грядут кадровые решения. Мне было важно заручиться согласием и пониманием. И на мой взгляд, это согласие и понимание в полной мере продемонстрировано. Для нас очень важно, что работа этого филиала будет активизирована. Президент выразил поддержку этой работе и глава государства считает такую работу чрезвычайно важной и для популяризации наших национальных идей в Российской Федерации, и для привлечения представителей Академического общества России, их вовлечения в научную и общественную деятельность в Приднестровье. Министерство иностранных дел будет оказывать комплексную поддержку работе этого филиала. Мы намерены вовлекаться и в организацию мероприятий, которые будут проводиться, и в подготовку изданий, которые будут издаваться на территории Приднестровья. В целом могу сказать, что Константин Федорович Затулин – давний друг Приднестровья, он борец за права соотечественников. И мы очень рады тому, что это сотрудничество активизируется, продолжается, есть много новых идей. Надеюсь, что они воплотятся в скором будущем в интересные для всех нас результаты. На встрече с президентом Приднестровья состоялся обмен мнениями и по вопросу Молдоприднестровского урегулирования. Также Константин Затулин встретился с молодыми дипломатами республики. Беседа получилась непринужденной и весьма полезной для всех. О чем шла речь, знает наш корреспондент. Круглый стол Совета молодых дипломатов в самом разгаре. Политологи и социологи обсуждают вопрос, как создать привлекательный, позитивный образ Приднестровья на международной арене. Информационная война, по словам дипломатов, не утихает уже долгие годы. Вот даже сказали, что мы превращаемся в центральную американскую банановую республику. Это конец 2011 года. То есть, если кто-то считает, что в такую страну захотят приехать туристы, я думаю, нет. Я бы, честно говоря, побоялась. Поэтому мы должны заниматься нашей информационной стратегией и, более того, информационной экспансией. Когда речь зашла о том, что в таком нелегком деле помочь начинающим дипломатам должны российские и украинские эксперты, в конференц-зале МИДа появился гость. Вот, собственно говоря, Константин Затулин, директор института стран СНГ, признался, что рад поделиться опытом с начинающими дипломатами. Беседа получилась разноплановой. Говорили и о годах учебы именитого профессора, и о политике. Молодые люди уверяют, такие встречи очень положительно влияют на имиджи республики в целом, так что сейчас необходимо подготовиться к визиту другого, не менее маститого эксперта. В конце этой недели нашу республику посетит главный советник ООН по правам человека в Приднестровье Томас Хаммерберг. Мы уже подготовили поездку его визита. Он посетит психоневрологические интернаты в городе Бендеры и в Тирасполе. У него пройдет несколько встреч с руководством республики. Томас Хаммерберг приезжал в Приднестровье в мае этого года. Предполагается, что в ходе нынешнего визита разговор предстоит более предметный. Наталья Храмова, Александр Левицкий, Первый Приднестровский. Сегодня в Верховном Совете состоялось заседание Комитета по экономической политике. Предметом обсуждения стала в том числе инициатива президента о внесении изменений в закон о ценах, тарифах и ценообразовании. Цель этого законопроекта – ограничение роста цен на социально значимые продукты питания и наделение правительства полномочиями определять их перечень. С небольшим перевесом голосов комитет отклонил эту законодательную инициативу. Как показал анализ проведенной Государственной службы цен и антимонопольной деятельности, в Приднестровье расценки на многие товары первой необходимости не ниже московских, а в дни праздничного бума даже выше. Например, резко подскакивают в цене мясо, рыба, мясные изделия. И тут дело, по мнению начальника профильной госслужбы, вовсе не в их дефиците. Зачастую речь идет о сговоре продавцов одного товара. И сейчас также сам прорабатывается вопрос о монополистической деятельности, в данном случае, на товарном рынке. Но для того, чтобы у государства была оперативная мера реагирования, то есть сегодня вот такой значительный скачок, завтра уже выходит приказ о том, что цены не должны быть выше такого-то, о том, чтобы был административный ресурс принятия. Именно в этом особое значение законодательной инициативы правительства о внесении изменений в закон о ценах, тарифах и ценообразовании. В условиях, когда государство еще не может значительно увеличить доходы бюджетников и пенсионеров, оно обязано позаботиться о его расходах. И прежде всего, ограничить цены на основные продукты питания. Конституционным законом правительства было наделено правительство такими полномочиями, как разработка и реализация государственной политики в области цен, тарифов и ценообразования. Но при этом в законе о ценах Верховный Совет не наделил полномочиями реальными для того, чтобы правительство могло бы влиять. Получается парадоксальная ситуация. То есть нет у правительств полномочий конституционными положениями, они есть, а в реальном законе их не отражено. Между тем, по словам Виталия Улитки, в России и на Украине проблема регулирования цен на социально значимые товары и услуги уже находится под контролем правительства. Иными словами в Пренестровье органы исполнительной власти не изобретают велосипед, а пытаются решить проблему недешевых для пренестровцев продуктов и товаров по самому оптимальному варианту. Ольга Канцур, Дмитрий Дьяков, Первый Пренестровский. Сегодня же на заседании парламентского комитета по экономической политике, бюджету и финансам обсуждался законопроект о повышении акцизов на горюче-смазочные материалы и спирт. По подсчетам Министерства финансов, это не отразится на покупательной способности населения или деятельности хозяйствующих субъектов, однако позволит пополнить бюджет будущего 2013 года почти на 80 миллионов рублей. Сейчас в нашей республике акцизная ставка на импортируемые товары в несколько раз меньше, чем, например, в соседних Украине и Молдове. При этом в цене товара это не отражается настолько. То есть, да, у нас горюче-смазочные материалы, бензин, дизельное топливо стоит меньше, чем в Украине, чем в Молдове, но это не составляет ту разницу, которую бюджет недополучает в виде акцизов. То есть за счет увеличения акцизов не увеличится стоимость самого топлива, а уменьшится та прибыль, которую получают организации реализующие. Кроме того, с 1 января 2013 года в силу вступит новая норма о подоходном налоге с физических лиц. Согласно ей, увеличивается доля необлагаемых доходов с 760 рублей до 1300. То есть налоги будут взыматься с доходов от 1300 рублей. Из-за этого бюджет 2013 года недополучит 24 миллиона рублей. Увеличение акцизов на спирт и ГСМ перекроет эту разницу. В ходе обсуждения депутаты профильного комитета решили поддержать эту инициативу президента и правительства на ближайшей сессии Верховного Совета, которая состоится в среду. Два ДТП со смертельным исходом произошли в минувшие выходные в Рыбнице и Террасполе. Еще одна авария случилась в понедельник, опять в Рыбнице. Водитель скончался на месте, пассажиры в реанимации. Подробности ужасной хроники в сюжете Александр Кожухарь. 15 сентября, Рыбница, перекресток улиц Гвардейская и Мичурина. Водитель автомобиля Рено при выезде со второстепенной дороги не пропустил фольксваген, движущийся по главной. В результате произошло столкновение. Водитель Рено скончался на месте. В результате этого столкновения водитель получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия. Но пассажир был доставлен в реанимационное отделение Рыбнической больницы. Он в данный момент находится в тяжелом состоянии. 16 сентября, Террасполь, район завода Молдави-Залит. Автомобиль «Москвич» сбил насмерть пожилого мужчину. Водитель говорит, что двигался с минимальной скоростью, а пешеход не только переходил улицу в неустановленном месте, но и на вид был пьян. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Тормозной путь водителя «Москвича» составляет 36,7 метров, что свидетельствует в том, что присутствовало превышение скорости. Но также и сказалось, что водитель является 20-летний парень, который малоопытный в этом, и он говорит, что он испугался просто-напросто. То есть пешеход вилял со стороны в сторону, так и он вилял, пока не совершил наезд на пешеходы. 17 сентября. Рыбницкий район. Трасса Террасполь-Каменка. Водитель автомобиля «Мерседес» превысил скорость и, не справившись с управлением, врезался в дерево, после чего машина опрокинулась. В автомобиле находились, кроме водителя, еще две пассажирки. 23-летняя девушка и 30-летняя женщина. При результате ДТП водитель скончался на месте от полученных травм. Женщины были доставлены в реанимационное отделение Рыбницкой полиции. В связи с таким количеством ДТП в управлении ГАИ было принято решение увеличить количество рейдовых мероприятий и постов ГАИ на дорогах республики. Также особое внимание будет уделяться и пешеходам. В Сирасполе приступили к ремонту дороги по улице Нахимова. В связи с реконструкцией на этом участке будет временно ограничено движение автотранспорта с 18 по 21 сентября. В школах Слободейского района продолжается подготовка к оттопительному сезону. Об этом сегодня говорили на совещании у главы госадминистрации. Закуплено шесть новых газовых котлов. Ведутся работы по замене старых. Однако есть школы, которые требуют особого внимания местных властей. Наибольшую тревогу вызывает Терновская школа. Там есть немного проблемные котельные и оборудования, которые необходимы, его здесь нет. Но мы уже связались с представителями, есть определенные решения. К зиме готовят и дошкольные учреждения. Всего в районе 21 детский сад. Проблемы с отоплением здесь стоят не так остро, как в школах. Только в Слободейской Ивушке в этом году проведут реконструкцию отопительной системы. На сегодняшний день уже приняты определенные шаги для того, чтобы начать ремонт. Потому что на протяжении долгого времени проводились ремонтные работы. Но, тем не менее, это не дало своего эффекта. Систему нужно полностью в корне менять. И на сегодняшний день уже приняты определенные шаги. Уже 14 октября будет проведен тендер по ремонту, именно по изменению этой системы отопления в детском саду Ивушка. Поэтому надеемся, что и этот детский сад у нас будет полностью отапливаем. На этой неделе специальная комиссия УНО проверит готовность дошкольных учреждений к холодам. Специалисты побывают в селах Загорное, Кицканы и Парканы. К концу недели комиссия объедет все детские сады района. Президент Евгений Шевчук подписал указ о временном запрете промыслового рыболовства на Днестре, протоке Трунчук и Дубосарском водохранилище. Это сделано с целью охраны и рационального использования природных ресурсов. В соответствии с распоряжением президента о временном запрете на промысловое рыболовство, Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов временно не будут заключаться договора на промысловое рыболовство. В Министерстве природных ресурсов напоминают, президентский указ касается только тех, кто занимается отловом рыбы в промышленных масштабах. Спортивная и любительская рыбалка под запретом не будут. 20 и 21 сентября в Террасполе состоятся благотворительные концерты в поддержку двухлетнего Арсения Руденко. 20 сентября в 18.00 во Дворце Республики выступит Государственный симфонический оркестр. А 21 сентября там же и в то же время можно будет увидеть выступление Государственного квинтета «Либерти», джазовой вокалистки Вероники Дилибалт из Одессы, трио «Южный глаз» и преподавателей музыкального колледжа. Билеты стоимостью 20 рублей можно приобрести в кассе Дворца Республики. Собранные средства пойдут на лечение мальчика в реабилитационном центре в Москве. Он болен нейроликозом. Сейчас в его состоянии наблюдаются улучшения. 20 сентября благотворительная акция состоится и на городской площади в Рыбнице, но уже в поддержку Дениса Просянкина. Он пострадал в результате поражения электротоком в прошлом месяце и проходит лечение в Кишиневе. Концерт начнется в 15.00. В нем примет участие молодежь и общественность города. Сегодня священнослужители рыбницкого благочения благословили восстановление храма имени Пороскево-Сербской в селе Зазуляны. С этого дня официально начнется его реконструкция. Богослужение прошло под открытым небом. Желающих ходить в храм, в Зазулянах много людей, но все они уже пенсионного возраста, предпенсионного, а ходить в Попенке там где-то порядка 7 километров. И не все могут это сделать. Поэтому если тут будет храм, этот храм будет, я думаю, наполнен людьми на каждый праздник. Храм был построен еще в 1845 году. Силами местных жителей зданий удалось сохранить. Но оно нуждается в капитальном ремонте. Когда приехал в данный храм, надо мной просто была пленка. И когда шел дождь, люди молились. Я понял, что Господь призвал меня, нужно реставрировать данный храм. Храм отстоял уже. Он уже надежный. Но вижу, трещины идут. Поэтому мы думаем, хотя бы в этом году крышу, чтобы они сделали. До следующего праздника, когда будет Пороскево-Сербский, они уже праздновали в нормальном помещении храма. Храмов круглой формы, подобных этому, во всем мире всего 17. В Приднестровье он единственный в своем роде и является памятником архитектуры. В ходе реконструкции историкам предстоит разгадать не один десяток символов, обнаруженных на стенах старинного здания. Шесть концертов за три дня. Коллектив эстрадного ансамбля «Зеленые береты» объехал все города Приднестровья с новой программой. Она посвящена 20-летию образования погранотряда КГБ. В городском доме культуры в Дубасаре, где выступал ансамбль, не было свободных мест. Военнослужащие погранотряда, ветераны, защитники Приднестровья, юноармейцы и любители вокального искусства пришли на концерт ансамбля «Зеленые береты». Уже 19 лет он поет о тех, кто охраняет рубежи Отечества и тех, кто любит и ждет пограничников дома. Пограничники никогда не отступают. Но ситуации разные бывают. Это для других родов войск. А для пограничников нет. Не отступают никогда, потому что не отступают никогда. У нас концерты все тематической направленности, все патриотические. Мы не говорим, что мы выходим от эстрады, что мы куда-то чисто ушли в политику, мы политикой не занимаемся. Но то, что пограничник стоит на границе, что у него в сердце, граница проходит через его сердце, вот это вся тематика через душу пограничника. Все это у нас в тематике, все это отражено в наших номерах. Среди слушателей в зале был и начальник Дубосавской погранкомендатуры. Он стоял у истоков образования погранотряда. «Много за 20 лет изменилось. Военнослужащие пограничники получили навык службы на основе пограничной службы Российской Федерации. Учились с нулей, все восстанавливали. На данный момент я считаю, что пограничники стали профессионалами в своем деле. Основная задача – это не допустить изменения в прохождении государственной границы, не допустить террора на государственной границе, вооруженного вторжения». Военнослужащие Дубосарской погранкомендатуры охраняют 122 километра границы. Проходит она через центральную часть зоны безопасности. Пограничники несут ответственность не только за перемещение людей и грузов, но и за сохранение мира. На этом участке ситуация обостряется часто, и служба здесь особо опасна и трудна. Преодолеть нагрузки помогает песня. Для нас самой главной задачей было поздравить пограничников, поднять их настроение, боевой дух. К следующей годовщине образования погранвойск «Зеленые береты» обещали подготовить не менее интересную программу. Анжела Каранчук и Виктор Милинчук. Первый Приднестровский телеканал. Моя 34-ка. Сегодня в клубе «Ветеран» прошла встреча, посвященная Дню танкиста. Фронтовые песни в этот день исполняли творческие коллективы клуба. День танкиста – это праздник боевой славы, а танки – главная ударная сила сухопутных войск, говорят ветераны. Поэтому торжество не обошлось без песен про боевые машины. Иван Николаев, председатель Тираспольского совета ветеранов, более 30 лет прослужил в танковых войсках. Говорит, что его боевая машина Т-34 – это образец всем танкам. Ему во время войны приходилось даже жить в нем. В годы Великой Отечественной за боевые подвиги более тысячи танкистов получили звание Героя Советского Союза. В том числе терраспольчанин, генерал-лейтенант Владимир Бочковский. В 20 лет он получил высшую награду и уже командовал танковым батальоном. В его честь в Тирасполе назван переулок, а на доме, где он жил, установлена мемориальная доска. Сюзанна Авакян, Светлана Березовская и Дмитрий Дяков. Первый Приднестровский телеканал. В Тирасполе состоялось закрытие форума «Современник-2012». Торжественная церемония по традиции прошла в центре столицы. На сценической площадке у кинотеатра Тирасполе отметили самых ярких и активных участников. Первыми в общекомандном зачете стали представители Григориополя. Победители признались, секрет успеха прост. Главное – уметь себя подать. Мы старались принимать активное участие во всех конкурсах. В большинстве мы одержали победу, что очень-очень радует. 18 делегаций, 250 участников. Многие из них встретились первый раз только на открытии форума. Но два насыщенных событиями дня сделали свое дело. В день закрытия некоторые расставались, если не друзьями, то уж точно хорошими знакомыми. Были много интересных конкурсов, участвовали, были спортивные соревнования. Хорошо, что на этот форум собралась молодежь не только с Приднестровья, а из других стран. Это международный форум. В первую очередь консолидация молодежи. Ребята собрались, общение между ними, знакомство. В дальнейшем будем формировать команды, которые будут выезжать уже как сборные, может быть, от Приднестровья на форумы, которые нас будут приглашать. Форум «Современник» прошел в Приднестровье в 12-й раз. В нем приняли участие команды городов и районов республики, а также политических партий, общественных движений и учебных заведений. Набирает обороты национальное первенство Молдовы по футболу. В субботу в рамках девятого тура состоялась столичная дерби «Тирасполь-Шериф». Об этих и других новостях расскажет наш спортивный обозреватель Юлия Саркапут. Несмотря на заметное преимущество, в первом тайме «Шериф» пропустил мяч в свои ворота. На 37-й минуте горожане открыли счет. Евгений Заречнюк отметился голым. Однако, проигрывая по ходу встречи, номинальные гости сумели ситуацию переиграть. После перерыва вопрос о победителе снял бразильский легионер Энрике Луанор. Уже в начале второго тайма нападающий «желто-черных» головой отправил мяч в ворота после навеса. А 10 минут спустя ситуация повторилась. И вновь Луанору ассистировал Георгиев. Итоговый счет 2-1. После девяти туров «Шериф» продолжает лидировать, набрав 25 очков. На второй строчке – Кишиневская дача. Ну а третью позицию разделяют сразу четыре команды – «Академия», «Зимбру», «Террасполь» и «Рапид». Ветераны футбола показали мастер-класс в рамках ежегодного терраспольского турнира. На столичном поле сошлись команды из Приднестровья, Украины и России. Судьбу первого места решали гости. В финале играли «Маракана» и «Промень». Москвичи были успешнее в реализации. Со счетом 7-4 они одержали победу на турнире. Тяжело было войти в игру, если видели игру вначале. Не то, что не разобрались, еще друг друга не почувствовали игру. Потом, в втором тайме, немножко сделали кое-какие коррективы и убедили. Следующие матчи ветераны проведут в ноябре в том же составе. Украина будет принимающей стороной. Юлия Сорокопут, Первый Приднестровский телеканал. По сообщению Гидромедцентра, 18 сентября ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер северо-восточный 5-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 11 градусов тепла. Днем плюс 26, плюс 29. По северу республики ночью от 7 до 9 выше нуля. Днем плюс 22, плюс 25. Атмосферное давление выше нормы. В последующие сутки сохранится сухая жаркая погода. На этот час у меня все. До встречи на Первом Приднестровском. Как всегда, вовремя.